Приветствую вас зрители канала Игарант с вами Игорь дело время потехе час маленькие мальчики играют детские игры большие дяди такие как я играют во взрослые игры и не прочь поиграть детскими игрушками наверное папы которые покупали своим чадом радиоуправляемые машинки помнят что пульт радиоуправления не сразу попадал в руки малыша помню как то ребенку купили пистолет ну такой с пластиковыми пульками я его распаковал зарядил обойму расставил спичные коробочки и начал стрелять ребенок долго еще бегал вокруг меня все кричал да я да я ну потом мы с ним договорились и стали стрелять по очереди принципе он и не мог бы стрелять без меня потому что надо было заряжать там тугая пружина помню мне большое удовольствие эта игра доставила сегодня пойдет разговор об игре которую сложно назвать взрослой или детской как прочим и многие компьютерные игры как вы уже догадались речь пойдет об игре варфейс темой данного ролика будут читеры в игре думаю тот кто давно играет в онлайн игры сталкивался с данной категории игроков а может кто-то и сам читерит выскажу свое мнение о данной категории игроков оно такое субъективное хочу сказать что они портят удовольствие от игры во первых себе а потом и окружающим игрокам но представьте себе в игре в игре присутствует ландшафт на каждой карте там определенные здания строения в соответствии с которыми вы выбираете стратегию тактику ведения боя определенное оружие которое подойдет для этой карты выбираете подходящую дистанцию для ведения огня данным оружием если это снайперская винтовка естественно вы пытаетесь сохранять более длинную дистанцию поскольку у вас будет превосходство выбираете скорость передвижения в соответствии от сложности миссии читер тупо ходит сквозь стены некоторые читеры это читы позволяют это делать и как бы он не прицелился как бы не осторожно себя не вел он все равно попадает в цель точно поскольку у него авто наведение и как правило если вы играете против этого читера то первая пуля будет вам голову и не оставит вам никакого шанса на победу но данная категория данная категория игроков лишает себя игрового момента удовольствие от ведения боя от тактики и пусть этот крутой читер в вашей команде и ведет вас к победе и всю вашу команду к выигрышу какое вам от этого удовольствие я например наоборот предпочитаю играть в команде в которой присутствуют слабые игроки чтобы у меня была возможность привить себя практически все миссии для меня в данное время стали простыми прохождений если в моей команде находится читер который браво бежит в первых рядах и валит всех подряд на его пути ботов что остается мне плестись сзади него в основе игры лежит соревновательный характер развитие персонажа получения достижений путем умений навыков и опыта получаемого при игре а при использовании читов все это сводится на нет и что остается чувство что ты мега крут и всех нагибаешь сомнительно можно обмануть других можно обмануть администрацию но ведь себя не обманешь читеры знают что они читеры и в душе понимают что без читов они никто и ничто а в чем тогда смысл внушение себе ложного чувства превосходства над другими чувство своей крутости смешно сомнительное удовольствие за поскольку такое удовольствие еще грозит вам потерять свой аккаунт потому что администрация сайта постоянно ведет борьбу с данной категорией игроков есть специальное подразделение которое называется мразь но это я так читаю может она так и звучит и это подразделение регулярно занимается выявлением данных игроков и вам грозит просто потерять свой аккаунт получив бан на 10 лет а может и навсегда да и на 10 лет это в смысле имеет ввиду что и навсегда потом скачивая эти читы вы можете запросто получить какого-нибудь трояна который может заблокировать ваш компьютер который будет считывать все ваши пароли от соцсетей от кошельков электронных вы подвергаете себя двойному риску но это ваше дело вам решать кто такие читеры на мой взгляд кто они по жизни на мой взгляд это не очень смелые и слабые люди в жизни их наверное обижают в школе сверстники если они взрослые их притесняют начальники на работе над ними смеются коллеги дома не уважает жена не слушаются дети и вот они хотят самоутвердиться хотя бы в виртуальном мире в игре сочувствую таким людям не осуждаю мне их жалко да и сам не сильно мужествен и крут другой момент этой игры например вы находитесь на миссии профи и вот вы случайно кого-то толкнули задели наступили кому-то на ножку или например о какой ужас вы кого-то попали случайно или убили но всякое бывает кто-то подвернулся не вовремя и что тут начинается разборки слюни сопли вас могут обозвать написать всякую гадость вспомним всех ваших родителей всех ваших родственников особенно это случается когда встречается игрок с восточными корнями порой они так мерзко ругаются если в вашем команде в вашем подразделении находится слабый игрок наверное если бы это случилось в реальном бою вы бы его не бросили если он ранен вы наверное его перевязали бы наверное вынесли бы с поля боя но обычно так в фильмах пишут вернее показывают и говорят на мы своих не бросаем но почему же вы в игре так себя ведете война конечно виртуальная в этой игре не настоящая но если вы в игре так себя ведете так же будете вести себя и в реальном мире другое дело если перед монитором компьютера сидит какой-то мальчик школьник как то понять можно но есть подозрение что порой сидят дяди зрелого возраста вроде меня и также распускают сопли и слюни также обижаются также негодуют хочется порой сказать им иди пожалуйста маме друзья давайте будем мужчинами и в игре и в жизни реальной ведь мы когда выключим компьютер и окажемся в реальном мире мы будем вести себя точно так же как в игре и в игре ведем себя так же как в реальном мире то есть мы не меняемся мы стаемся теми же мужчины мы или девочки которые также играют в эту игру очень много персонажей особенно сейчас новое такое у них обмундирование внешний вид они прям такие симпатяги там первое время так завораживающе все это выглядело прошу вас в комментариях высказать ваше мнение о данных игроках я никого не хотел осудить никого не хотел обидеть просто высказал свое мнение я в игре никогда никого не исключаю потому что если уже вы проходите миссию или играете против другой команды вы начали проигрывать и в вашей команде например ну всего пять игроков какой смысл кого-то выгонять лучше от этого не станет если вы проходите миссию какую-то и на полпути кто-то там оказался слаб ну что же его уже выкидывать от этого сильнее ваша команда не станет правильно я так думаю вот пожалуй все что я хотел сказать всем пока кому понравились мои ролики прошу подписываться всего доброго с вами был игорь